Всем привет! Это Николай, а это Инна и вы на канале Настоки по-взрослому. Знаете, чем страшны наркотики? Наркотики страшны тем, что один раз можно их попробовать и вроде бы ничего не будет. Второй раз можно попробовать и решить, что в любой момент можно отказаться. Ну а потом они затягивают, затягивают, ну и всем известны печальные последствия. Вот у нас то же самое случилось с играми с механикой Roll'n'Ride. До прошлого года у нас не было ни одной игры в коллекции с такой механикой. А сегодня мы открываем уже, наверное, не то пятую, не то шестую игру. Сегодня будем открывать трек 12. Погнали! Ну что, наркоманша, давай вскрывать очередную игру Roll'n'Ride. Да, будем мы карабкаться где-то в Гималаях, по всей видимости. Какая она самая высокая карата в Гималаях? Какая она самая высокая? Джамалугма. Знаешь такую? Так, что у нас тут имеется? У нас тут имеется... Очень много не нужно. Очень много не нужно. У нас тут имеется почему-то аж три руководства. А, ну понятно, руководство начинающего альпиниста, руководство просто альпиниста, да? И как, знаете, у нас в компьютерной фирме джуниор, программист, middle, senior и так далее. Вот здесь начинающий альпинист, просто альпинист и так далее. И почему-то вот одиночные восхождения, которые, кстати, достаточно тоненькие. Так, что у нас тут еще имеется? У нас тут имеются вот такие вот блокнотики, как раз... Мечи получали. Да, вот у нас блокнотики, причем, видите, у нас... Так, вот это ты зря сделала, между прочим, положи обратно. Это надо скрывать только тогда, когда мы пройдем путь от начинающего альпиниста к просто альпинистам. Закрой обратно и не показывай никому. О, тут еще кладки. Так, я тебе говорю, закрой обратно и не показывай. Да. То есть у нас контент в игре постепенно только открывается. Ну и, соответственно, будем надеяться, что игры хватит надолго. А не так, один раз, там или два сыграл, и все. Лежит на полочке, собирает пыль и так далее. Итак, что у нас имеется? У нас должно быть... Вот, у нас имеется два кубика. И вся фишка этой игры в том, чтобы с умом пользоваться их значениями. То есть кто-нибудь из нас кидает на эти кубики. Кубики один совершенно обычный, вот до шестерки, другой до пятерки. Но зато есть нолик. Вот. И записываем число. Причем число мы можем записать вот, соответственно, четырьмя... Нет, даже пятью разными способами. То есть выбрать наибольший из выпавших, выбрать наименьший из выпавших. Вы... В разность этих чисел вписать, сумму этих чисел вписать и результат умножения. У нас, насколько я помню, 18 раундов. А каждым из этих действий можно пользоваться всего лишь по четыре раза. То есть, вот хочет жить, умеет вертеться. Ну и дотем мы должны вот в эти кружочки получившийся результат вписывать. Причем по определенным правилам. Если мы сумеем умудриться вписать числа по цепочке, то есть чтобы в соседних кружочках числа шли строго по возрастанию или побыванию, мы будем получать за это победные очки. Если мы сумеем сделать какие-то области, ну то есть, допустим, три соседних кружочка с одним и тем же числом, мы тоже будем получать победные очки. Ну, затем мы можем попытаться вот это вот. Нам советуют сначала дунаи какие-то. Я даже не знаю, что это за гора, если честно. Вот Дхаулагири я еще как-то помню, что это такое. Ну, как помню. В общем, это какая-то гора. Ну, по-моему, она в первой десятке по высоте в горной земле. То есть, у нас есть Джумалум, он же Инверест, да, там 8848 метров, да, ведь он? Ну, короче, где-то так, насколько мне память не изменяет. Есть там парочка гор еще, восьмитысячников, и дальше они уже идут пониже. Вот Дхаулагири, она входит в первую десятку. Не знаю, где эта гора, явно где-то в Гималаях, но вот что-то такое. А вот эти две, я вообще не знаю, что такое Каг-Кот и Дунаи, я не представляю. Ну, вот, предсоветуют сначала поиграть в Дунаи, потом в Каг-Кот, а потом уже, вот, видимо, здесь. Вот, и при этом, вот у нас руководство начинающего альпиниста, нам базовые правила объясняются, то есть, как мы вписываем в эти кружочки. Потом мы переходим просто к руководству альпиниста, и начинаем использовать вот такие вот карточки помощников. Вот видите, вот эти рюкзаки, веревки, или у нас веревки, а, у нас понятно, это, оказывается, рубашка, я-то думал. Вот у нас компас, веревка, палатка и так далее. То есть, эти карточки, если мы ими забладеем, позволят нам немножечко обходить правила. То есть, можно будет цепочку создавать не из соседних клеточек, а, допустим, через одну, вписывать эти значения, где придется, а не по правилам и так далее. И, как обычно, и даже у нас, видите, тут есть какие-то звездочки, я прочитал правила вскользь, и пока не очень, по-моему, зачем они нужны, но, в общем, как нам предлагают совершить, по-моему, целых не одно, а целых три подряд восхождения и заработать репутацию. Будешь зарабатывать репутейшн? Нет. Ну, как это нет? Тогда ты не победишь. Надо репутейшн зарабатывать, вот так вот. В общем, посмотрим. Мы с Инной, возможно, кого-нибудь еще привлечем, будем становиться альпинистами. Ну, и потом, когда мы уже станем вообще прожженными альпинистами, сумеем одной рукой забираться на любую вершину, нас ждет вот такие вот, я даже не знаю, модные конвертики, то есть контент будет как-то расширяться еще дальше. То есть сначала нам нужно будет один конвертик скрыть, потом другой, третий и так далее. В общем, посмотрим. Не знаю, что это, но выглядит интересно, да? Ничего не понятно, но очень интересно. Ну что же, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте ему лайки. А тебе? А мне? Да ладно уж. Да ладно уж, Инне тоже поставьте лайки. Ну, а когда поставите лайк, мне обязательно, Инне по желанию, можете зайти в нашу группу ВКонтакте, посмотреть, что у нас там происходит. Все ссылочки будут под видео. Так. Ну, а для тех, кто хочет помочь нашему каналу материально, внизу есть еще одна ссылочка. Всем интересных партий и удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok